Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якова истину блажите Тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепороченную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувима, славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово, Родишу Исущую, Богородицу Тя, величая им земной поклон. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы ради причинствия Твоей Матери, силы щаснага животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благое си человека, любец, аминь. Бескрестного знамения поклон земной. Боже, будь милостив ко мне, грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй за молитвы святых, отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яка не коли же благое сотворих пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно, восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинные, иже везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всяких скверных, и спаси блажь души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидит царствие Твое, да будет воля Твоя, як он и небесе, и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем ложняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, препадайте блажь, ангельскую песню, пьемте сильный. Свят, 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 если Боже, Богородицу, помилуй нас. Слава отцу и сыну и святому духу, отодрая сна, возвикме, если Господи, умой, просвети и сердце, уснимая, отверзивая, ежепетите, а святая Троица. Свят, 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 если Боже, Богородицу, помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полуночи. Свят, 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 если Боже, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Я ко многерой Твоя благость и долготерпение не прогневался на меня ленивого и грешного, не погубил меня с беззаконием моими, но человеколюбцал Иси обычно. И в нечаянии лежащего возвигме Иси, воежеутрените, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучатися со совесем Твоим, и разумете заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пете Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. И избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои, утешение мое. Правда откровений Твоих вечно, вразуми меня и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохрани уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Услышь голос мой по милости Твою, Господи. По суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавства. Далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои. Истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, чтобы Ты утвердил их навеки. Возри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня. По слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят Слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. А основание Слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится Слова Твоего. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои. Исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой предлицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое предлицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой, утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забыл. Слава Своему, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, слава Тебе, Боже наш. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Твоей Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью даром, но скорее долгом. Истинно так, богаты состраданием и неизречены в милости. Ибо Ты сказал О Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо дел, но вместо всех дел, да будет довольно веры моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня от Твоей. Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос, Спаситель мой. Скорее прииди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты Бог мой, очрева матери моей. Сподобим я Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал сатанель Стивому. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставленный блюсти мою бедную и несчастную душу и жизнь несчастную, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством это смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святый Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей, и если я чем согрешил в пришедшую ночь, защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и соделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными молитвами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое, хульное помышление от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, яко нищим, есмь и окаянин, избавь меня от многих и губительных воспоминаний и намерений, и освободи меня от всякого злого воздействия, ибо Ты благословена от всех родов, и Твое причестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, поминайте Свои имена, ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила Иси Христа Спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснага, животворящего Креста Господне, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное дару, и Твое, сохраняя Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помила самого духовного родителей и сродних облагодетелей, митрополитов Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Владимира, Максима, Андрея. И Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска Корнилия, Александра, Деодора, митрополитов Тихона и Лариона, и весь священник Чискина, Чискичин, И вышли истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, рожденного свыше, который является благовестником, и место для занятия. Смири власти и воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было еще уделять нуждающимся. Преобразуя их сердца в духовное, коснись их Владимира, Михаила, Джозеппа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. Этих смутьянов, Алексея, Илью, украти, и покажи им ту бездну, куда не сталкивают людей этими митингами, недовольством, ничего не давая взамен духовного. Слава тебе, Боже наш, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобою. И до сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во вселенной еще. И мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Да будет благословен этот день тобою, Господи, чтобы прожили его безгрешно, не нарушая твои святые заповеди. Ибо рожденных свыше, водим их Духом Святым, исполняющих твои заповеди с любовью, Ты назвал избранными и святыми. Помоги нам оправдать эти дивные названия и предстать перед тобой в вечности, оправданным, Твоей голговскую жертву и святыню. Слава тебе, Христе Боже наш! Слава тебе! Как ты, великий и всемогущий наш Господь! Аллилуйя! Господи, защити наши жилища и селения Это от пожара, воров, нечистой силы. И благослови живущих здесь, Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру, дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, Любови, Алексея, Иосифа и нас всех предстоящих здесь, пребывающих, молящихся тебе. Слава тебе, Боже наш! И от тяжкого недуга пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, и потерянного Александра найди, укажи, где он и живой ли. Блуждающих Алексея и Сергея останови, да бы не обманывали себя людей, что будто бы спасение зависит, и быть ли услышанными от того, кто произнесет наше имя где-то в другой стране за деньги. Все это обман и симония. Мы взываем к тебе, Христе Божий, ты сказал, воззови, и я услышу тебе и отвечу. Слава тебе, милосердный Создатель наш! Аллилуйя! Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну и их отростки. Путешествующих Раиса, Льва, Виктора и Акима, Александра. Слава тебе, Христе Божий наш! Ты Константина возвратил уже через полгода домой. Аллилуйя! Благодарим тебя за услышанные молитвы, за милость, явленную уже в это утро благословенное. Аллилуйя! Господи, прибудет с нами! Воздай милостью всем, кто строил эти жилища, где мы находим покров от непогоды, храмы, в которых мы находим единение в молитвах. Воздай им добро, мы в вечности, устроителям этим. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Посети, Господи, болящих! Дай силу перенести безропотно страдания. И пошли мы в исцеление. Кирилла, Алексея, Сергея, Геннадия, Антония, Надежду, Людмилу, Любовь, Маргариту, Неанилу, Александру. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Воздри на угрозы врагов, на потоки лжи, изливаемые ими. Быть может, и Духа Святого уже похулили в этом злодействе. Укроти их и примири с нами, если угодно тебе. И в судный день не помяни их безумия, ибо они знают, что худо творят. Аллилуйя! Благослови благодетели наших! Воздай им добром Елену, Елену, Людмилу. Благослови Евгения, Наталья, обрати, Надежда, Юрия Эвдварда. Мы просили об издании трехтомника Нового Завета с толкованием блаженного фофилакта. И сверх всякого отчаяния ты позволил, Господи, получить. И мы получаем радостное известие почти со всего мира. Это милость твоя. Помоги нам издать, четырехтомник, проповеди в стихах. И переиздать книгу к истинному православию с новыми добавками, что стало нам известно. И пошли средства необходимые. Возри на нашу бедность. Просим ради милости твоей на пользу многих людей. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Боже, все это может оказаться спасительным и полезным для нас. Аллилуйя! И наши сокровища в интернете сохрани, их администрацию благослови и расположи к нам. И благослови трудящихся на этом поприще, Игоря, Юлию, Димитрия, Виктора, Гавриила, Ольгу, Вячеслава, Владислава, Николая, Алексея, Гавриила, и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обители небесных усопших отец и братья, наших родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Господи, простим всякое согрешение вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Благослови Михаила, Елену, Романа и Екатерину и устрои жилища, по желанию их, для приема тех душ, которые обратятся. И дома их садилы, как храмы. Первые христиане не имели ни одного храма, но ежедневно собирались по домам, прославляя Тебя. И наш труд сделать сегодня, Господи, полезным и безопасным, чтобы наш дух соединился с Духом Святым. Пошли нам все необходимое для этого. Дала единомыслие по Слову Твоему. Аллилуйя! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава Тебе, наш Бога Иегова, Авва Вочи! Свят, свят, свят Господь Сававов! Вся земля полна, слава Его! Аллилуйя! Слава Вышли Богу! На земле мир в человеках благоболение! Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия! Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви, как на истину! Аллилуйя! И в вечности воздай милостью Твоею всем, кто трудился над моею душою и возрастанием ее к Тебе! Марию, Стефану, Александру, Михаила и Анну! Пресвятая Госпожа Богородица, преснадева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем афором любви от всего, что не слабит Господа и от зависти нечестивых! Аллилуйя! Господи, воздай милостью всем, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия от одного океана до другого! И посея на нами по милосердию Твоему дадас обильные добрые плоды! И благослови, кто был с нами, помогал совершить эти путешествия! Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самирии и Тимуру, да истину Христову веру, дабы не верят же пророков! И услыши молитву Рустика и Ирины, свидетельствующие, что их томит находящийся в них злой дух! Освободи от него! Будь милостив к ним, Господи! Слава Тебе! И нас избави от этой страшной беды! Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен! Благодарю Тебя, мой добрый ангел! Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений! Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, И проведи душу мой по мытарствам страшным и непонятным, И веди он навеки в вечное Царство Христа Бога нашего! Аллилуйя! Ян Креститель, притеча Христов, моли Бога о нас! Господи! Научи нас жить и в бедность, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, Никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, Видеть и помогать нуждающихся в нашей помощи! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, Моли Бога о нас, о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание на этой юдоле печали земле! Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии! Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ноя, Иосиф, Патриархи, Ездрани, Емя, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данилу, Отрохи, Пророк, Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою! Да бы день прихода то нашего отшествия не застал нас не готовыми! Но чтобы мы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными иле добрых дел, соделанных духе святом и с любовью! Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, и Петр, и Павел, и вангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе! Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космай и Дамиан Андрея, Стратилат и Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста на челу или правую руку. Услыши наши молитвы, от взятых из семей, отправленных на фронт. Дай им силы устоять, чтобы они были как светильники на подсвечнике, как город на вершине горы. Всем им даруй истинное духовное рождение. Благослови Никиту, Александра, Максима и неведомых нам, поминайте их. Благослови, Господи, томящихся в вузах, тюрьмах, лагерях, в психиатрических темницах, за слово Твое. Услыши наши молитвы о них, монаха Сергея, благослови Владислава Вара, и неведомых нам страдальцев. Мы просили об Илеит и освободил его до суда Божия. Как редко такое случается, и сколько радости. И благослови этого Илью, чтобы никогда не давал повода для того, чтобы нас брали за худые дела. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас, святые отцы! И все переводчики Священного Писания! Молите Бога о нас! Да сохранит и укрепит нас Господь в святой, православной вере! А замысль еретикова, стектанта, прозруши и развеемничество преврати! Ибо еретик больше злодей для Церкви Божией, чем любой пьяница. Избави их, Господи, от этого! Нас помилуй, милости Твоя ради! Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы! Фекла первомущенница, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матери Софии, Наталья Адриан, Варвара, Екатерина, Перпетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина. Да дарует Господь Женам и Девам послушание, Молчание, Соломудрие И стыдливость, И сохрани их от всяческого поругания и насилия. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Исправь непокоримость Галины, Семейства Евгения, Надежда, Людмилы, Виктории, Иоанны. Господи, Прими нашу молитву воздеяния рук, Как жертву вечернюю, Благоухание приятное, Перед присолом благодати Твоей, Боже. И соедини наши молитвы С молитвой всех святых, Молящихся к Тебе на небе И на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир И соблюдающий его, Сохраняющий, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас, Во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голговских страданий И пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа За нас грешных. Прими и наши молитвы исполни О всех заповедавших нам молиться о них. И мы взываем о незаповедавших. Мы возвестили им истину Твою, Найди новые души. Покажи им, по слову Твоему, Что примирение с Тобою возможно Только при этой жизни, Ибо за гробом нет покаяния. Тебе, Боже, хвала, Слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Слушает и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Доброе утро и мир всем. Покажите себя, соседи наши. У нас за молением следует всегда чтение Слова Божия. Этот подвиг взяли на себя наши сёстры, которые живут в разных временных поясах. Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Считают Новый Завет, толкование блаженного февелакода. Но сейчас они перешли на откровение. Вот. Радостно вас видеть, друзья наши, братья и сёстры. Итак, дорогие сёстры, ваше время. Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою. Откровение Иоанна Богослова, Третья глава, десятый стих. С толкованием святых отцов и комментариями. И как ты сохранил слово Твое, терпение моего, то и я сохраню Тебя от годины искушения, которое придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Толкование. Открыл Господь дверь фиатирцам, но более ещё обещает. И как ты сохранил слово терпения моего, не роптал и, будучи немощен, свято хранил слово Господне, терпел в искушениях и не переставал ждать Христа. Многие говорят, где же пришествие Христа? Проходит поколение за поколением, а его нет. Филадельфийцы так не мыслили, но хранили слово терпения Христова. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3.9 То и я сохраню Тебя, то есть Тех, кто сохранили слово о терпении Его. И Он, Христос, сохранит от годины искушения, который придёт на всю вселенную. Эта година ещё придёт, её не было при первых христианах. Здесь Господь говорит о великой скорби, которая будет при Антихристе. Если раньше все искушения, скорби, голод, эпидемии, войны охватывали только какие-то места, народы, то в последнее время скорбь охватит всю вселенную, примет всемирный характер. Здесь мы видим и особую силу пророчества. Как могли люди первого века при средствах того времени предполагать, например, войну всемирного масштаба? Разве можно мечом и копьём устроить войну на всей земле? Нет. Ныне же мы видим при современных средствах, что многие явления быстро приобретают всемирный характер. Воистину уже дважды при двух мировых войнах находила година искушения на всю землю. Всё это предвестники великой скорби антихристовой, надлежащей ещё быть. Говорит Господь, я сохраню тебя от годины искушения. Многие сектанты это объясняют так, что Господь не ведёт истинных христиан в великую скорбь, но восхитит на небо перед воцарением антихриста. Такое понимание слов Христа является ошибочным, ветхозаветным, видящим в страдании наказаний нечестивых, а в избавлении от них и наделении обильными земными благами награду праведных. Новозаветное понимание иное. Христиане не ищут избавления от искушений и страданий. Они только молят Бога, чтобы Он их в этих страданиях сохранил. Сохраниться от годины искушения христиан думает не через освобождение от неё, а через сохранение себя в ней святости и непорочности, через хранение своей верности Христу. Христиане знают, что пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени. Даниила 11.3. Они знают, что страдающий плотью перестает грешить. 1 Петра 4.1. Страдания – путь к небу. Церковь войдет великую сколь, но будет сохранена в ней отпадение. Година означает, что недолго это будет – три с половиной года. Великое гонение и бедствие по всей земле, по всей вселенной, какого не было еще от сотворения мира. Но говорит Христос, не бойся, я сохраню тебя от этой годины. Разрушен будет последний храм. Отнято будет Слово Божие. Амос 8.12. Благодать от среды. 2 Фессалоникийца 2.7. Но я с тобой, церковь, я сохраню твоих верных. Послана эта сколь будет еще не для суда, но чтобы испытать живущих на земле. Это будет последнее испытание человечества. Одиннадцатый стих. «Се гряду скоро, держи, кто имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Толкование. Говорит Господь. «Се гряду скоро». Когда придет это искушение, это скорбь, то близко и мое пришествие. Не унывай. «Се гряду скоро». Близко Христос при дверях, и тем сильнее звучит его призыв. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил. «Христиане увенчиваются славою» 1 Петра 4.14, «правдаю» 2 Тимофея 4.8 и «жизнью» 2.10. Этот тройной венец готовится на небе христианам, но этот венец очень легко потерять. Развенчанный князь века сего, обольститель и сатана, древний змей, желает восхитить у христиан этот чудный венец, забрать его. Потому и говорит Христос, держи, не предавайся беспечности, и даже не храни его только, но держи, держи всеми силами, чтобы не утерять. Двенадцатый стих. «Христиан, побеждающих господин храма, делает столпами в своей церкви». Так ими некогда были Иаков, Петр и Иоанн, Галатам 2.9, а позднее все апостолы, многие праведники и подвижники. Что значит столб? Столб сам должен обязательно стоять на прочном основании, а на нем держится все здание. «Так и христиане. Сами на себя они полагаться не могут, ибо много имеют силы. Их основание только Христос, ибо никто не может положить другого основания». 1 Коринфян 3.11. «Но Господь, в свою очередь, хочет полагаться на христиан. Бог не желает видеть своих детей всегда младенцами. Для этого Он дает им время младенчества. Далее же они должны стать побеждающими, столпами в церкви, на которых Бог может положиться, в которых может быть уверенным, на которых может возлагать бремена других, которым может дать и большее служение. Такими обещает Господь сделать верных Своих, даже если они сами и немного имеют силы. И Он уже не выйдет вон. Таковой навсегда вовлечен святое тело Христова. Он в нем, и никто не может его оттуда вывести. Такой христианин восклицает. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе». Римлянам, 8 глава, с 38 по 39 стих. «И напишу на нем имя Бога моего. В сердце такого столпа будет видение имени Божьего. И сам Христос напишет на таковом имя Бога. Сейчас многие пишут на себе имя Божие и носят его, но не Бог писал. Иные сектанты даже иначе именоваться не хотят, как церковь Божия, а себя дети Божии. Но не писал Христос на ересях и еретиках имени Божия. Или вот идут фашистские солдаты с надписью на бляшках своих ремней. С нами Бог. Слава тебе Божий наш! Слава тебе! Спасибо, Христос, сестры! Слава тебе! Приехали! Чтобы Господь нас благословил, сегодня труды будут настоящие. Труды на пруды. Вчера много сделали в бывший лагерь, где теперь там музей для бедных лагерей, комплекс. Ну, сколько успели после обеда. У нас порядок такой, кто приезжает, если ночью, то до обеда они свободны. Позавтракают, два часа пройдет, могут спать. Ну, мы пошли по ягодам некоторые, кто-то отдыхал, а сегодня уже они отдохнувшие. Чтобы правильно распределить на три места работы. Вот все, это надо обдумать было, и Господь, чтобы помог исполнить. Подумать надо, потому что дом, его называют Белый дом, Владимир, где он находится, и там обрушение может быть, и надо укрепить стены. Забить на эти штыри, горящие катанные периодического профиля, называется арматура толстая, приварить там сделать и забетонировать. Вот если это удастся, будут строители здесь, мы разобьемся на три группы. Одна пойдет заготавливать дрова, а одна пойдет на Симаковский пруд. Ныщи не прорвало, воды было маленькой, ну, снег так таял, вымерзал и прочее, но сантиметров на сорок стало еще глубже. Когда мы начинали поднимать плотину, ну, потому много там, илу и прочее, там было не больше полметра. Сейчас, я думаю, где-то два с лишним метра надо будет замерить на середине. И вот батюшка туда в прошлом году только запустил 800 или 900 карасиков. Ну, и нынче там посылал, и они к осени уже довольно большие. Мы не разрешаем на этом пруду там и сетью, и не водом ловить, только мы можем это делать. Потому что мы много лет поднимали дамбу, прорывало, устанавливали, сход, перебегали. Работа большая была сделана, очень даже. Там, видимо, в плотину мы больше миллиона вложили. Ну, и по милости Божией, все-таки вода есть, купать все разделали, видимо, установили ступени сходить, чтобы удобно было. Вот такой день, один сегодня среда. Поэтому сейчас мы маленько расстанемся, пойдут обратно. Вячеслав, займитесь сейчас до завтрака занятия. Главное, чтобы люди истинно уверовали во Иисуса Христа Спасителя Своего, как взявшего на себя грехи мира. Это главное. И главное, устроить так, чтобы возврата назад не было. Из того узнают, что со мной Господь, если враг мой не одолеет меня, а меня сохранишь в истине. Смысл такой, Давид говорит. Вот это и нужно сделать. Решительность, не как причина, там же надо, это переженится несколько раз, а теперь не знаю, что делать. Ну, что делать-то? Беззаконие, пока не кончить надо. Есть дети, воспитывай, корми. Все направь на это, чтобы они были взяты на небо. Это коротко. Поэтому занятия, я сейчас отпускаю людей, видите, как хорошо устроили нынче, все работает. Ну, у меня наружное наблюдение в городе, там приходится оплачивать телефон, а меня там нету. Вот эти четыре места, телефон и интернет. И здесь тоже, они по низкой цене, а по самой высокой цене, они отключают большего обмана, чем интернет в сельской местности я не встречал. Сколько осталось денег, как будто их там и не было. А в городе не так, автоматически она осталась больше. Я зараз заплатил за четыре месяца, а здесь нет. Хоть миллион положи к концу месяца, то есть даже говорить нельзя. И в прокуратуру тут обращалась сестра. До дома не доехало, уж денег нету. Ну, я понимаю, подрастает новое поколение грабителей, им надо друг перед другом они. А за что взять? А вот на сколько гигабайт? Да кто знает, какие гигабайты, когда, если хороший там фильм посмотреть, это все как бы учитываешь, чтобы как-то оправдать себя. Их не трогают ничего. Так что об этом тоже надо молиться, чтобы этот лютый обман прекратился. Но он уже, не знаю, прекратится ли. Итак, вопросы есть у кого? О, а то сейчас я отключусь здесь. Утром зайду в рулетку. Вопросов нема. Все. Так, я хотел вот сказать. Смотрите, вам не видно или не видно? Вот такую надпись покажу. Что написано? Горбачев. 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 Вот мы сидели, 111-я камера, второй этаж. Это канатная 18-1, тюрьма. Она называется СИЗО, следственный изолятор. И нашу камеру называли камерой академиков. Какие там академики? Ну, больше такой не было. Следили. Главный рыбак Алтайского края. Север Владимир Митрофанович. И преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. По аэродинамике. И он говорит, а вы задумывались вот об этом? Это фамилия Горбачев. Я говорю, а Горбачев, да и на западе там, если Иосиф, то Джо, Джозеп. Они боятся лишнюю букву произнести. А Горбачев в горбе. Нет. Вы напишите на бумаге. Но я написал, показал ему. Вы знаете, эта фамилия включает четырех главных лиц в Советском Союзе. Тогда главные лица считались генеральность и секретарь КПСС. Ну, я начинаю смотреть как. А вот смотрите, город объясняет горе, там то другое. Дальше Б. Б. Брежнев. За ним идет А. Андропов. Ч. Редкая буха. Черненко Е. Ельцин. В таком порядке и в одном человеке, в его фамилии, чтобы так это было, это нельзя составить. Это невозможно. Она одна такая фамилия на весь мир. Ну как, Б. 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 Управляют. Пенсия 250 тысяч. Ну что тут спрашивают-то? Вот оно где все зарыто. И как убрать? После дошло это. Мать его сруц, когда посадил самолет, это же такая была история. Ему посоветовали. Это все Маргарит Тэтчера там вела. И вот они решали, как сделать. Он говорит, у меня большая группа военных, которые меня уберут. Так их убрать надо. Вот как я их уберу? А так подделать, что они не могли справиться со своим делом, и ты уберешь. И 300 главных врагов одним махом он смел. Как? Договорились. Нашли юного человека, мать его, это Матфей, немец. И где он как вылетел. И нарисовать атомную бомбу на нем. Все это обдумано было. А на Красной площади там стоят как панари, столбы, и провода натянуты. Ночью кто-то провода убрал. У него план был, и как он посадил. И там с утра переполнена была какая-то Красная площадь. Иностранные корреспонденты все снимали. Все же, они не знали, что будет, но сказали, будет необыкновенное дело. И он это сделал. А потом еще будет разное. Посадят, тут же освободят его. И все. И вместе с министром обороны все подряд пошло. Все, перестройка пошла по своему руслу. Там работают они. Работают на разрушение. А в начале-то, казалось, так как же просмотрели. А там это время где-то ремонт идет, где-то не досмотрели. Он спустился ниже, радары не берут так низко. Ну и вон после этого еще, как говорят, колбасил там какая-то что-то. И он его вроде бы ножом встнул. Его посадили. Показать, что он не при себе. Родители приехали. Теперь, когда раскрывается картина-то, и ты видишь, этот великий план масонов был. И он был выполнен. Как выполнен? На пятерку. По их мнению. Вот это я только немного и говорю, что я узнал в то время. Самая тайна была депутатский корпус. Для чего? Они ничего не решают, ничего не делают. Голосовать. За любое решение правительства. Вот и все. Сказали бы, такое-такое делать, невыносимое. А кто против? Против того уже убрали до этого. Если он не соглашается, и он исчезает. А в депутаты набрали, один раз посмотрели, только в одном где-то районе. Что-то 17 бывших уголовников. Сроки отсидевших. Неважно, главное, чтобы выполняли все. Прошлое не поминается. Это я вам на закуску даю. Так. С Богом. Выключай свет. С Богом. Храните Господь. Аллилуйя. Спаси Христос, сестры дорогие. Слава Христу. Аминь, спаси Христос, благодарю за молитву. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Благодарю за молитву. Аминь, спаси Христос. Благодарю. ПОЛОДА在 диалог. Аминь, спаси Христос, после нас. Аминь, спаси Христос. Ахристос,eschа прохар. Аллилуйя, спаси Христос.